Итак, здравствуйте, дорогие мои подписчики, те, кто просто смотрит мои видео, и всем вообще привет! Больше месяца я не появлялась тут на канале, и с вами не снимала обзор, но вот теперь появилась, потому что... Сразу простите меня за кашель, за всякое вот это вот... шмыганье, потому что, ну, я не замечаю, как я это делаю, потому что у меня ренит, и я за этим не слежу, я вот рассказываю вам, и все, обзор куклу показываю, еще и следить должна... Это постоянно паузу делать, и все, ну, вот у меня вот такие вот покашливания из-за ренита, ренит это привыкание у меня к спреями, вот. Ну, в общем, начнем обзор, потому что у меня мало времени, вот. Купила я, значит, вот этих вот кукол Enchantimals, как я уже говорила на обзоре, что на предыдущем, последнем кукол Sony Roll, что я покупать не буду кукол, типа, они мне все надоели, вот, но надоели действительно все. Ну, как надоели, ну, перехотелось их прям покупать, потому что, ну, детский мир, да, мне не поехать никак туда, вот. Ну, вот я все-таки решила съездить, потому что увидела на сайте 24-го числа, что они, то есть, их картинки есть на сайте, но написано, что их нет в наличии, да, как бы. Ну, и, в общем, я решила поехать после работы, думаю, ладно, съезжу в детский мир, потому что когда я заезжала просто так, вообще посмотреть именно в детский мир, в ЦУМе, потому что у нас их 4, там самый первый детский мир был в ЦУМе, вот. И заезжала как-то тоже, и просто так, даже не ожидала, просто посмотреть, и раз, о, лама нашла, ламу, а потом тоже несколько погодя там спустя недели или месяц тоже заехала просто так вообще, а тогда я искала тоже коровку и мышку, но не думала, что они тоже так будут, потому что в Тойру их еще нет, и лягушки, между прочим, крокодила, лемура и ленивца тоже нет еще в Тойру, вот. Даже крокодила или ленивца нет, там только новинки из типа ожидаемых, это лягушка и лемур, вот. Простите за кашель, вот. И, ну, я думала, следить буду, что ли, как-то вот за ними, может, Тойру, вот, потому что там есть один Тойру, где я в Изумрудном городе, там мне ближе как бы теперь стало, но все-таки все равно туда ехать, потом обратно ехать, потом пешком идти, время тирать, вот. Тем более там как-то была одна лемур в Тойру, а лягушки не было, и спустя два дня выходных она уже все, нет в наличии. Ну, а чем мне ехать ради одного лемура туда? Если уж лягушка с лемуром, ладно уж, да, ради двоих, ну, а потом опять время тирать и ехать ради лемура, ради лягушки. Ну, и, в общем, поехала я в детский мир, значит, вот, 24-го числа, и думала, ну, вдруг повезет, если там же сайт, как сайт, там не всегда все правда на сайте, вот. И поэтому я поехала. И, представляете, повезло. Ну, как повезло? Сначала я подошла к полкам Энчанти, мол, и никого не увидела. Много стоят тоже там, все старые, жирафы, слоны, и корова с мышкой, и всякие другие там, то есть много, которых одиночные, которые с набором, и букашки всякие тоже с набором. Ну, я думала, ну, ладно тогда, может быть, если сейчас не найду, куплю тогда это, что, я зря приехала, потому что, как бы, у меня теперь туда ездит все, ну, то есть, далеко я не могу туда попасть в детский мир. Через весь город практически ехать, вот. Ну, и решила, может быть, тогда куплю эту, которая пастушка-то, кукла, из нового мультика «Игрушек История 4», вот, «История Игрушек 4», это мой самый, кстати, любимый мультик, вообще его обожаю, я даже верю, благодаря этому мультику, я верю, что у меня тоже игрушки оживают. Ну, не знаю, да, я взрослая, мне 33 года, но как-то хочется верить в какое-то волшебство. И все-таки, мы же все были когда-то детьми, я, вот, например, не хочу свое детство забывать, потому что у меня детство было шикарное. Мы хоть успели застать детство, я, моя сестра, там, ну, и все, кто 85-го года, там, 70-х годов, то есть 90-х, потому что у нас не было интернет, у нас не было телефонов, смартфонов, айфонов, инстаграмов. Мы гуляли все на улице с утра до ночи, боялись зайти домой, чтобы нас только не загнали попить. Вот, мы к подружкам ходили там попить или еще поесть. Вот, ну, и, в общем, вот, по подвалам тоже ходили, у нас такие подвалы, раньше хорошие были, мы там даже вычищали, все, у нас там двери были, подметали и держали там щенков, котят, раздавали их потом, гуляли с ними сами, мыли, заботились, на улице в карты играли, в баскетбольное кольцо стояло у нас, мы играли там в 11. И то, что сейчас дети на улице, и то все с телефонами, куда мир катится. Вот, ну, в общем, начала я активно рыться на полках, потому что как-то кукол левых я больше не покупаю, я вот заверяю вам, что все, больше других кукол не будет, это точно. Лишь только энчантимус, все, потому что от них я отказаться не смогла, и буду покупать только энчантимус. Мне остались только вот бегемотик и тигр. Позже вот расскажу про эту картинку тоже. Вот. Ну, значит, начала я рыться на полках все это. А там у них же вот так вот стеллажи, да, ну, здесь вот все куклы, и вот здесь по бокам заклеены такие картонки. И не посмотреть никак, что там сверху, что... А они еще висят на таких штырях, вот эти вот, одиночные. Получается, и там их много, по 10-15 штук висит, и стоят еще там внизу везде, то есть их так, и надо, значит, все вытаскивать просто. Ну, а что, это в руки, что ли, все брать или на пол? Вот. Ну, и, значит, начала я рыться, да, вот здесь вот, перебирая всех вот так вот. Жирафов, слонов там, лама еще стоит, еще какие-то, вот, слоны. Вот. Ну, и я, в общем, рылась, рылась такая, смотрю, это, ленивец. Думаю, о, хоть ленивцу куплю, классно, нашла ленивца. Дальше, ройс, ройс. Смотрю, крокодил. Увидела, что их два, ну, естественно, по глазам хотела, ну, там у нее очки одеты, так же, как на вот лягушке, но все-таки они прозрачные, видно, ну, чтобы глаза были, там, ни один больше, другой меньше, или там, не скошены никуда. Вот. Ну, и нашла крокодилов двоих, и начала второго вытаскивать, а у меня в руках еще и лемур, и неудобно так, и, в общем, пока я тянула крокодила одного, у меня вот эта вот боковина вообще отвалилась и упала. Потом еще какие-то куклы две упали. Думаю, да блин, да что такое, я сейчас, думаю, меня сейчас из магазина выгонят, нет, я стою активно, жуюсь, как в мусоре, не знаю, там вообще, то есть, рылась прям конкретно, там, никто мне ничего не сказал, и хорошо, потому что, отвалилась-то боковина, я хотела сначала пришляпать ее, там, на каком-то клею, ну, прессовать, и обратно. Думаю, а, сейчас, разбежала, запрятали их всех, и все, самый конец. Положила я вот так вот просто здесь, внизу. Сами, думаю, приделать как надо. Я дальше начала рыться, то есть, нашла вот второго аллигатора, и думала, ну, ладно, может, все, нету там вот этих вот лемура, лягушки, думаю, ладно, хоть аллигатора нашла, и ленивца. Думаю, не, надо сейчас посмотреть-ка. Дальше. Я начала рыться среди вот этих маленьких, которых без набора кукол. Начала отодвигать, в самом конце стоит лемур. Вообще, блин, я думаю, ну, нифига себе, два их там даже стояла. Думаю, ну, ладно, хоть лемур, думаю. И там еще кто-то стоял из старых кукол, не помню, то ли кролик, что ли. Я так сначала уже хотела уходить, уже думала, ладно, лягушки нету, наверное, потом где-нибудь куплю. И тут что-то меня туда потянуло, я отодвинула эту старую игрушку, смотрю, лягушка стоит, одна причем, больше нету. Думаю, ну, все, хорошо, всех купила, нарылась довольной, так, на эти полки, блин, снесла пол полки. Вот. Ну, и пошла на кассу. Конечно, дорого, ну, а что теперь? Я теперь буду только, ну, 2 800, по крайней мере, смотрите, та пастушка стоит 2 тысячи, да, вот, одна кукла 2 тысячи, а здесь на 2 800 4 куклы. Ну, просто, видите, они с набором были, ленивец и крокодил, поэтому они подороже. Ну, и сейчас они даже не 400, не 300, не по акции, я раньше, он, коровку с, с этим покупала, с мышкой по акции, 399, ну, видать, пока нет на них акции, ну, и вообще нужно хапать сразу, потому что, я же говорю, вот одна стояла лягушка, хорошо, что у нее с глазами нормально, у питомца что-то немножко вот сюда вот как-то, это незаметно, потому что даже на своем арте она сидит, вот, видите, смотрит наверх так, на куколку саму, вот и здесь так же примерно, ну, там незаметно, у нее чуть-чуть вот сюда в сторону напечатано, я говорю, она одна была, выбора не было, это все прошарило, вот, ну, еще вот хочу рассказать, что вот я вот на прошлом обзоре, вот то, что вот я говорила, да, на кукле Сони Роуз показывала, там, что вот, что меня вот никто не любит, там, вот, мама на меня матами орет, типа, да, вот так вот, никто меня не любит, не уважает, то, что сестра в рабы записала, ну, а что, а кому работать, все-таки же я деньги заполучаю за эту работу, тем более, рабы-то они не получают деньги, они за даром работают, ну, как волонтеры, можно сказать, таки волонтеры, это раб, потому что они работают за даром, и они причем осознают это, что они за даром работают, а я деньги получаю за работу, от куколок накупила, и рада им, поэтому я вот приношу извинения, что я так сказала, что вот меня никто не любит, и там, мама на меня там матами орет, что не спроси, это все не так, потому что, ну, да, бывает, что там мама кричит, но это потому, что я тоже такая, не подарок, у меня тоже характер скорпион, не вредный, вот, поэтому, все меня любят, все хорошо, так что не беспокойтесь, это все вот, у меня просто в тот момент была депрессия, из-за работы, и как я говорила, вот выходные у меня не были, я тогда работала с одним выходным, и говорила, что вот мы вроде бы нашли, как бы девушку, да, молодую, и еще одна там женщина, что я как бы хотела, чтобы ее сестра взяла, и вот официально вам тоже заявляю, что ее сестра взяла, вот потом настал понедельник, как я выспалась, и сестра там работала, да, в тот понедельник, о котором я говорила, что я поспать хочу до 11, И она как раз пришла, эта женщина, в понедельник, там после зубов до 11, и сестра ее взяла. И вот она теперь работает в субботу и воскресенье. Ну, один раз было так, что она не смогла. Она, видите ли, ездила куда-то там в деревню на день рождения. Хотя вообще, как можно позволять вот так вот? Она устроилась на работу, работает. Разве можно какой-то там тетке, которая, блин, незнакомая, разрешать ей здесь никакие день рождения? Мне сестра и то не разрешает ничего, работай, работай. А вот чужим, так это можно. Я-то сестра ее. Вот. Ну, еще хочу сказать, что постепенно вот моя депрессия с работой, то, что переход на новое место, нехватка времени, до 8 работать. Ну, сестра сделала мне с 9.30 до 7.30 пока работа. Ну, пока меня устраивает нормально. Ну, сижу, да, убираюсь, привыкаю постепенно. Хоть 3 месяца уже там работаю. Ну, а куда деваться-то? Все так работают. Поэтому вот, ну, и немножко, конечно, есть иногда, как что накатит, и сразу все, и начинаю думать там об этом, о том, о сем, и уже вплоть до, блин, 10 лет вперед. И начинается. И вот потом думаю, а что это я думала-то? Это еще не произошло. Что я должна переживать за то, что еще не произошло? Может быть, и вообще не произойдет? И вот настраиваю себя вот так вот, что все нормально, все хорошо. То есть вот, просто на тот момент у меня реально была депрессия, поэтому я вот так наговорила. А так действительно все будет хорошо, все есть, и все было хорошо. Ну, и еще как бы у меня немножко так депрессуха бывает из-за того, что мне сестра взяла, сказала, что мы, может быть, зимой вообще закрывать будем магазин. Пока, говорит, работай, пока работается. Ну, вот я и как бы коплю, и поэтому перестала покупать других кукол, и точно их не буду, кроме Enchantimus. Вот, потому что они дешевые, маленькие, миленькие, хорошенькие, удобные. Поэтому вот их только и буду покупать. Ну, вообще, это точно неизвестно, что мы зимой закроем и останусь без работы, потому что сестра вообще могла сказать так, чтобы типа сиди и работай, да, и не ной, что там у тебя выходных нету. Вот, и, может быть, все-таки и люди будут покупать, потому что, ну, лето сейчас, все в отпусках, вот, поэтому я надеюсь на лучшее. Ну, и вот, в общем, вот так вот, как есть. Ну, вот еще то, что я говорила на прошлом обзоре, сонировала, что типа жизнь моя поганка там, как у водяного, но иногда это так и есть, но моментами тоже, вот. А так все хорошо, вот. Ну, и про мать моего мужа тоже, ой, моего мужа, мать мужа-сестры, она действительно такая прям, как ехидна, то есть она все обманывает, она все старается это подколоть, особенно через своего сына, она там что-нибудь ему начинает говорить, всякое все вот это вот. А муж моей сестры, он моей сестре это все дает, ну, рассказывает все там, что типа вот вы просрали магазин, что у вас типа на Иркате виновата, да, ничего не виновата. Я уже рассказывала, что я иногда подходила, иногда нет, и они сами оттуда слиняли, поэтому. Вот так вот они нас как бы ненавидят. И мать мужа моей сестры, и сам он тоже, потому что моя сестра хотела дать мне, видите ли, кого-то из их магазина, из изумрудного девчонок на выходные подменять. А видать, ей муж запретил, потому что она сказала, что путаться будем, и я сразу поняла, что это он ей наговорил, чтобы не давать, я не дам типа своих продавцов. Ну вот, я сама нашла женщину, она сама подошла ко мне, работает, все нормально. Надеюсь, что так и будет. Так, ну теперь о самой кукле. Вот, значит, с ней была картиночка, вот такая вот, теперь картинки кладут, это классно. Это какая-то тропическая серия, я так думаю. Видите, здесь написано, вот, джунгли-вуд, какая-то, наверное, тропическая серия специальная. Но вообще здесь вот это все типа новинки, да, но кроме вот этой, пеликана, мартышки и попугая, потому что они просто здесь в новом образе. А так персонажи это старые. Особенно у мартышки вообще, видите, вот здесь какой-то корабль. Я повторных не покупаю. О, и видите, еще и дом с попугаем. Вот, ну это у кого нету, или кто там покупает даже повторных, у некоторых даже два дома есть. В группе там, вконтакте я нахожу, некоторые даже по два покупают, там и зайцев, и наборы. Им нравятся вот эти вот наборы, качельки, все это. А я покупаю только по одному персонажу. Ну зачем мне две мартышки? Ну подумаешь, она вот в таком вот образе, там, с шапочкой. Она же все-таки и есть, мерит монки. Та же самая, и компас вот этот вот ее. И здесь также все вот эти вот пики попугаи, все они один и тот же персонаж. Именно вот по персонажам я, чем-нибудь у вас покупаю, именно персонажи. Они всех подряд. Вот. Ну это неинтересно. Там две мартышки, 33 попугая. Вот. Вот здесь вот мне осталось, значит, вот белого тигра и бегемотика. Вот белый тигр вообще классный. Ну пока на данный момент, которые вышли, это вот эти вот. Потому что лев еще не вышел, и не знаю, будет ли его пускать. Такой, как именно я хочу. Не в наборе, а другой, там есть с гривой красивой. Вот. Ну и здесь тоже вот такая картиночка. Здесь у нас уже вот какие новые вот. Ну это старенькие, но тоже новые. Вот. Мышка, коровка, там, лебедь. Ну это уже все старые для меня, потому что я их уже всех купила. Вот. Значит, самой кукле. Значит, вот лягушечка. Такая вот, фрок. Значит, с держателем. У них же теперь держатели. Кстати, я говорила, что вот это вот плохо, да, такая типа клещня тут торчит. Нет, это наоборот хорошо. Иногда ставишь вот так вот эту, да, куклу, и она вообще падает. Если ее вот так вот на лесу палочкой подпираю, она может либо сюда упасть влево, либо вправо. Потому что, видите, ноги не раздвигаются, а могли бы, блин, сделать, чтобы они еще на шпагат вот так раздвигались. Мне приходится, блин, там вот так ставить тяжело очень. Еще и когда перевес вот так вот еще. Потому что здесь лягушка, если внизу, она маленький у нее животное, и она может ее не видно быть с травы там в лесу. Вот такая вот лягушечка, значит. Так что вот, сама лягушка ее зовут, тамика, фрог, квакша, тамика, квакша. Вот здесь вот написано ее имя, тамика, ты фрог, и бюрст, буст, не знаю, как там, забыла. Вот, волосы у нее голубые с немножко зеленым добавлением пряди, прядками здесь. Одеты очки, если честно, там еще пленка была, я кое-как сняла, вот здесь немножко осталось, но я надеюсь, ее как-нибудь вытащу, потому что я не хочу снимать ни очки, ни ободок со штырьков. Ободок у нее вот оранжевый с цветочком, очки красные, глаза там нормальные, немножко так приподняла, они нормальные у нее. Значит, здесь у нее кофточка вот такая вот, то есть топик молдированный голубой сзади, здесь у нее цветок красный нарисованный. И на лапках одеты у нее такие перчаточки, лягушечки-лапки, они, кстати, снимаются, вот, есть такая прорезь, чтобы можно было их одеть назад. Ну, мне кажется, она в этих перчаточках очень смотрится, как лягушечка, я, наверное, снимать не буду их, прикольно так. С лапками юбочка вот такая в цветочек тропическая, здесь тоже трусики, если снять, будет купальничек. Сама лягушка зеленого цвета, тоже светлая такая куколка. И на ножках у нее где-то вот такие вот сандалики, тоже вот здесь цветок спереди, переплетение. И вот такая вот у нее тоже маленькая ножичка, небольшой носочек. Потому что у них тоже платформа здесь так идет. Ну, и вот она вот так вот только садится, ну, и вот так. Шарниров здесь в ногах у нее нет, но и ни к чему. Так, и ручки тоже вот так двигаются в сторону, вверх и вниз. Вот такая вот у меня еще одна персонаж новенький, Enchantimix появилась. Лягушечка, Тамика и ее лягушонок. Корректор А.Кулакова